Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Надеюсь, у вас сегодня хороший день. Мы посмотрим на графики по биткоину. Биткоин сегодня пошел вниз и практически сожрал всю мою прибыль, которую я вчера получил. Но мы посмотрим детально на графики по биткоину, подумаем, что может произойти на рынке в ближайшее время. Сейчас я нахожусь в пиццерии на юге Франции. Но это отдельная история. Подпишитесь на канал, где уже 74 тысячи подписчиков, поставьте лайк. И не забывайте, если вы подписаны на мой канал, регулярно ставите лайк и оставляете комменты под моими видео, то каждый месяц я выбираю случайным образом пять человек, и каждый из них получает по 200 долларов. Моя цель сделать вас финансово независимыми, свободными людьми, и я прилагаю к этому все усилия, какие только могу. Я делюсь теми знаниями, которые у меня есть, но это ни в коем случае не финансовый совет. Я просто показываю то, что я делаю со своими деньгами. То, что я делаю на рынке, но вы должны проводить свои собственные исследования. Я просто показываю то, что делаю я, и я записываю эти ролики в течение двух лет уже, выкладываю по два ролика в день на своем ютуб канале. Ну а теперь давайте перейдем к техническому анализу по биткоу. Откроем графики. Давайте откроем сразу биток. А это не биток, это CRV. Ну вот он, биткоин, вы видите, улетел вниз, и весь вчерашний рост был практически уничтожен. Вчера биткоин поднялся с уровня 29 500 долларов на 31 700 долларов. И сейчас, мне кажется, нужно задаться вопросом, не формируется ли здесь двойная вершина. Если это действительно так и есть, то, скорее всего, биткоин пойдет еще ниже на 27 000 долларов. Хотя давайте сейчас уточню на графике, до какого уровня он может опуститься. Вполне вероятно, что именно вот здесь находится уровень поддержки, ближайший, на 28 500 долларов. Но вы помните, что биткоин давно уже ходит внутри этого канала, но в этот раз я думаю, что он может все-таки пробить нижнюю границу и уйти ниже. Вот здесь, на уровне 27 500 долларов, очень хорошая поддержка для биткоина. Поставлю здесь линию, и, возможно, это будет моя цель. Вчера биткоин попытался выйти во второй раз уже из этого канала, но опять у него ничего не вышло. Есть еще такая версия, что внутри этого треугольника биткоин будет создавать давление и, в конце концов, выйдет вверх. Возможно, здесь также будет сформирован новый канал. Верхняя граница канала будет примерно на уровне 31 700 долларов, а нижняя граница канала примерно на 29 000 долларов. Но, может быть, рано об этом говорить, потому что из предыдущего канала биткоин еще никуда не вышел. Но если так присмотреться, то биткоин все-таки показывает восходящее движение, потому что вот здесь предыдущий максимум ниже следующего максимума. И вполне вероятно, что биткоин создаст новый максимум, который будет выше предыдущего. А там уровень примерно 33 000 долларов. Но, опять же, повторюсь, что последний месяц уже даже больше биткоин ходит внутри этого канала между 28 600 и 30 600 долларов. И мы будем принимать с того внимание, пока ситуация не изменится. Пока что текущий канал, повторюсь, на уровне 28 600 и верхняя граница на 30 600 долларов. Ну и здесь были очень большие ордера, что на покупку, что на продажу. Вот в этой четырехчасовой свече было проторговано 69 000 биткоинов. Стохастик находится в зоне перепроданности. RSI также приближается к зоне перепроданности. Squeeze Momentum направляется обратно в красную зону. Биткоин снова вернулся под ленту скользящих средних, и лента снова направляется вниз. Да, биткоин, конечно, опускается вниз сейчас, но дойдет ли он до уровня 26 500, я в этом не уверен. По профилю объемов мы видим очень много ордеров на уровне 29 500 долларов. Криптогуру-бот снова дал сигнал на продажу. Биткоин-индикатор-бот также дал сигнал на продажу. И в очередной раз четко подхватил момент, дал сигнал на самом верху. В общем, подведем некоторые итоги. Мне кажется, биткоин идет на нижнюю границу канала на 28 600 долларов. И пока биткоин из этого канала не вышел, можно заходить в лонг на нижней границе и заходить в шорт на верхней границе канала. На часовом таймфрейме Стохастик находится в зоне перепроданности, но я думаю, что это не помешает биткоину все-таки пройти ниже на 28 600 долларов. Также на графике можно заметить формирование симметричного треугольника. И обычно в этом треугольнике создается давление до тех пор, пока актив не выйдет. Вопрос только куда? И мы можем померить расстояние, на которое потенциально пройдет биткоин. Давайте сейчас это и сделаем. По основанию треугольника. Что-то не получается мне перетащить линию. Секунду. Да, ну вот. Если биткоин таки выйдет из треугольника выше, то вполне вероятно, что он доберется до уровня 35 000 долларов. Но в настоящий момент я думаю, что биткоин все-таки идет на нижнюю границу канала на 28 600 долларов. Я покажу вам сегодня свои сделки, но если вы хотите торговать вместе со мной, то под этим видео есть полезные ссылки. Вы можете зарегистрироваться на криптовалютной бирже Bybit и получить бонус 4 600 долларов. Если зарегистрируетесь, начнете торговать и заведете на бирже биткоин. И также, ребята, вы можете подключиться к моей команде на соревновании криптотрейдеров на Bybit. Призовой фонд этого турнира составит 8 миллионов USDT. Самый крупный турнир для трейдеров с призовым фондом 8 миллионов USDT. 8 миллионов, но это крутая цифра. И мы с вами, конечно, должны отхватить кусок от этого пирога. Кроме того, на бирже Bybit вы можете получить и другие виды бонусов. Так что присоединяйтесь к моей команде. Ну а для того, чтобы это сделать, нужно зарегистрироваться по моей ссылке на Bybit и заодно получить бонус 4 600 долларов. Ну и давайте перейдем на мой торговый аккаунт на Bybit. Вчера мой аккаунт вернулся к отметке 200 тысяч долларов, но сейчас он снова ушел в минус. На аккаунте 188 600 долларов. У меня здесь есть токенов бит на 49 100 долларов. Также у меня здесь полтора битка. CRV на 23 100 долларов. Также у меня есть монеты луна на 12 900 долларов. И никаких сделок у меня по биткоину сейчас не открыто. Моя сделка, которую я открывал вчера, закрылась по стоп-лоссу. Ну, в трейдинге такое случается. Итого, давайте посмотрим, где сейчас можно было бы открыть сделку. Можно было бы зайти в лонг на нижней границе канала, стоп-лосс поставить чуть ниже и тейк профит поставить на верхнюю границу канала. Таким образом, цена входа 28 554 доллара, стоп-лосс на 27 772, тейк профит на 30 736 долларов. Соотношение риск-прибыль 2.79, риск 782 доллара, потенциальная прибыль 2 181 доллар. И давайте, наверное, сейчас я так и сделаю. Заведем тысячу долларов. Цена входа какая там была? 28 554 доллара. Ну, пусть будет 28 550. А извините, не туда все поставил цифры. А цену, конечно, вот в это поле 28 550. Давайте также изменим размер плеча. С десятого опущу на пятое. Подтверждаем и поставим стоп-лосс и тейк профит. Тейк профит ставим на верхнюю границу канала, стоп-лосс поставим на то, что там было-то. 27 700 долларов. 27 700. Я практически в каждой сделке устанавливаю стоп-лосс и тейк профит. Итого риск получается 148 долларов, заработать можно 359 долларов. Подтверждаем сделку. Тейк профит на 30 600 долларов, стоп-лосс на 27 700 долларов. Общий объем сделки 5000 долларов. И сделка размещена. Цена входа здесь 28 500 долларов. А тейк профит я неправильно поставил? Я же хотел на 30 700 долларов поставить. Давайте исправим. 30 700. Все. Вот сейчас сделка имеет правильные параметры. И опять же напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то подойти в видео из полезной ссылки. Регистрируйтесь на бирже Bybit и получайте бонус 4 600 долларов. А также присоединяйтесь к моей команде. Я буду участвовать в турнире для криптотрейлеров. Мне очень нравится твой канал. Я говорил об этом уже раньше. Мне нравится, как ты ведешь себя со своей аудиторией. И я уверен, что мы будем расти дальше. Это очередной мем. И вот это восходящий канал, который мы можем увидеть на графике по биткоину. Вот посмотрите, биткоин находится внутри восходящего канала. Вот этот канал довольно хорошо виден на графике. Неизвестно выйдет ли биткоин из него вверх или вниз, но пока что этот канал ведет биткоин вверх. И вот еще интересная статистика, которую я нашел на просторах сети. Сколько зарабатывают создатели контента? Spotify выплатил 7 миллиардов долларов. 11 миллионов артистов по 636 долларов в средняя выплата. Средняя выплата создателям контента на YouTube 405 долларов. Facebook, он же Meta, выплатил 300 миллионов долларов по 10 центов на пользователя. И посмотрите на NFT. 3,9 миллиарда выплачено. Чуть больше 22 тысяч создателей. В среднем 174 тысячи долларов на одного артиста. Вот почему NFT и Web3 это очень крутая тема. Откроем теперь мой торговый аккаунт на Binance. Посмотрим, что там. 330 тысяч 300 долларов. Здесь тоже я немного потерял со вчерашнего дня. Ну как немного. Ну десятку как минимум. В общем, здесь у меня на этом аккаунте есть тейблкоины BUSD, USDT в общей сложности на 200 тысяч долларов. Также у меня здесь 221 монета BNB. Но BNB сегодня тоже идет вниз, и для этого есть определенная причина. Там проявила себя комиссия по ценным бумагам. Они открыли расследование против Binance. Это, конечно, уже не первое расследование против них, но в любом случае такой новостной фон способствует падению цены актива. Но на этом падении я собираюсь покупать еще больше монет BNB. Возможно, я прямо сейчас возьму немного BNB-шек, раз уж случается такой пролив. Тем более за саму компанию вряд ли стоит переживать. Это одна из самых крупных криптовалютных бирж в мире. Поэтому давайте сейчас купим немного BNB. Буду покупать в паре к BUSD. Покупаем BNB на 5 тысяч долларов. Подтвердить. Все, ордер установлен на покупку BNB. Ну что, спасибо, что смотрели. Это было мое мнение по текущему положению дел на рынке. Подписывайтесь на канал и также присоединяйтесь к моей команде на соревнованиях для криптотрейдеров от криптовалютной биржи Bybit. С вами был Джеймс Криптогуру. Не забывайте комментировать, ставить лайки, подписываться на канал, потому что каждый месяц 5 человек получает по 200 долларов. Недавно один победитель был выбран, и этот человек получает 200 USDT. Мы запросили у него адрес USDT TRC20. Спасибо, что смотрели. С вами был Джеймс Криптогуру, и увидимся завтра.